добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль тойота новых двухтысячного года выпуска с двигателем 3s fe двухлитровый бензиновый на автомате полный привод на этом автомобиле мы сегодня на задних колодках снимем посмотрим их состояние я думаю что состояние еще будет нормально если нормально то мы их разведем с чем это связано получается при нажатии педали тормоза жидкость нигде не подтекает но педаль проваливается до середины со второго нажатия работает быстро система не здесь не завоздушенная и прокачивали получается просто цилиндр что здесь получается расстояние между колодкой тормозным барабаном большое из-за этого часть жидкости уходит на то чтобы убрать этот зазор по идее здесь они должны быть сама подводящие колодки но это при условии если регулярно пользуется ручным тормозом но на автомате это крайне крайне редко кто-то пользуется ручником для этого мы сейчас снимем и посмотрим поднимаем автомобиль снимаем заднее колесо снимаем барабан здесь есть два отверстия с резьбой под болты мы сейчас забьем здесь вы дышки подождем маленько пару раз ударим по барабану посмотрим если он у нас не отойдет тогда уже будем вкручивать болты и стягивать барабан нет не хочет он отходить берем два болтика м8 и и закручиваем их все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сзади вот здесь есть резиновый лючок. Через этот лючок мы сможем разводить колодки. Для этого нам не надо будет снимать второй тормозной барабан, а достаточно будет открыть эту резиночку. Сейчас покажу. Вот сзади эта резиночка, она закрывает лючок. Вот мы ее сняли, видно овальное отверстие. Через это отверстие мы уже доберемся до трещотки. Сейчас я покажу. Продолжение следует... Берем отвертку и сзади через отверстие добираемся до нашей трещотки. Когда трещотка идет вниз, это идет на оттягивание колодки, поджимать ее. Когда трещотку крутить, если вот так вот наверх, то это будет ослабление идти. Маленькая отвертка неудобно. Вот возьму побольше. Вот так вот, когда крутим ее, вот щелкает, это идет натягивание колодки, прижимание ее к тормозному барабану. Сейчас колодки мы заказали, в любом случае мы их будем менять, но это будет чуть позже. Сейчас мы ставим на место барабан. Для этого мы чистим посадочное на полуоси и на барабане. И смазываем его медной смазкой. Берем щетку по металлу и вот это место здесь по кругу чистим. Также берем барабан и внутренний диаметр тоже по кругу чистим. Берем разольную смазку медную, вот такая вот, астрахим. И смазываем притягающие вещи. Ставим на место барабан. Все, и барабан уже зашел, и спокойненько ходит у нас. И в следующий раз мы уже его будем снимать, он уже у нас никуда не денется. Сойдет легко и просто. Теперь берем через задний лючок. Начинаем разводить нашу колодку. И при этом крутим колесо, чтобы оно у нас крутилось. Вот сколько уже щелчков сделал, колесо все еще крутится. Вот сколько уже щелчков сделал, колесо все еще крутится. Если вдруг зажмете, то надо будет трещотку крутить обратно. Вот, все. Чувствуется, что колодка подошла к барабану. Ставим колесо. Можно закрыть пока удобно сразу лючок сзади. Все, резиночку закрыли. Ставим на место колесо и закручиваем его. Аналогичным образом мы сейчас сделаем вторую сторону. Но тормозной барабан мы... Нет, мы его снимем и также смажем, чтобы потом удобнее было с ним работать. Разделать так сразу сделаем. Колодки пока мы менять не будем. Колодки мы заменим позже. Пока они еще походят. Те же 15-20 тысяч. Они отходят смело. Затягиваем колесо. И все. Развод колодок. Мы закончили. Всего вам доброго. Продолжение следует...